В этом видео мы поговорим о Орнатрикс Олимпик и как сохранить прическу, если Вы используете демо-версию, а затем ее редактировать. А также поговорим о том, как сохранять отдельный пресет настроек для каждого из модификаторов. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Рожевая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1$, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media & Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании EFIR. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Итак, всем привет! Как я обещал, записываю информацию об Олимпике, потому что, я так понял, некоторые из Вас используют демку и хочется все же сохранять какую-то суть. Да, там, ну, понятно. Вот. Ну, и Олимпик полезен тем, даже если Вы используете лицензию, он полезен тем, что можно всегда сохранить результат, потому что, ну, в сейв сцены надежно-ненадежно, ну, хотелось бы и Олимпик иметь, который можно всегда посмотреть в Unreal и так далее. Так вот, когда Вы создали там, ну, я быстро что-то покажу такое на примере флорбола. Вот, вот, прощешу там, представим, допустим, что у нас там какие-то, не знаю, волосы, например, да, что-то там отредактировали, что-то подстригли. Вот, быстро там творчески что-то набросали. Вот. Творчески поработали, подстригли, заклампили. Не знаю, ну, короче, понятно, да, я не буду сейчас ставить время на создание эффективной прически. Вот, у нас есть Олимпик, вот такой вот чудной. Во-первых, выбираем, ну, я думаю, Вы все знаете, вот выбираем верхний модификатор, файл. Это что я рекомендую делать, если там с демкой работаете, но хочется потом это все редактировать. Экспортируем, например, там, экспорт, selection, arnatrix, alembic, unreal, можно и не выбирать, но в мае желательно Y. Система по Y работает, вот. Экспортируем, здесь создаем там, ба-ба-ба, for test, пусть будет так. Так, теперь, когда Вы открыли в следующий раз, в мае, и импортируем тот же arnatrix alembic, вот, alembic import, импорт. У Вас будет такой вот объект. Понятно, что надо эскалипс сохранить, но я уже не сохранил, что ж поделаешь. Хотя, если сейчас по умолчанию сферу создать, ну, не важно, не важно, не важно все-таки. Так, сфера, пускай она будет, где она тут, 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 вот, у нас такая сфера, ну, не такая. Странная она какая-то, короче, сфера, но не важно, можно переназначить ground, если на то пошло. Вот, есть волосы, есть alembic, есть 100%, да, можно детектировать, чтобы видеть нормально, включаем camera facing hair. Вот, и с этим Вы можете работать, можете выделять, назначить, ой, ну, да, чем весьма назначен, ну, короче, edit guides. Только с этим аккуратнее, потому что в мае произведительность пока, в edit guides не очень, поэтому и в bucket here добавили isolation, я уже о нем говорил. То есть, вскрываем какую-то часть, вот, и в edit guides с ней уже работаем там, как-нибудь настраиваем, назначаем, расчесываем. Единственное, не забываем с trend triangulation, чтобы было вот. Вот, тут как-то это все делаем, потом снова делаем manhide, работаем с другой частью. Хотя сейчас 100000 может и будет нормально работать, но я не уверен. Нет, нормально, да, работает выделение. Но не всегда так, если очень много волосков, то тут дело такое. Вот, и потом опять же, опять же, это все дело можно редактировать, можно увеличивать, подстригать и так далее. И так работаем, потом снова выделяем этот объект, нажимаем файл, export selection, anatex olympic, и он у вас будет новый. Что касаемо пресетов, о которых я говорил. Давайте я покажу на новой сцене. В Arnatrix в Maya можно сохранять пресеты. Ну, например, если, допустим, в change.jt я хочу full, но вот такой вот какой-нибудь. И, например, 0.5. Вы можете сохранять пресеты здесь. Но так же можете для отдельного модификатора конкретно здесь сохранить. То есть save change width preset. Назвать его там, допустим, test1. Save attribute preset. Вот, в итоге, когда вы создадите change width новый, здесь вы можете выбрать этот test1. Нажать replace. И у вас будет четко тот же самый график. И так можно сохранять любой из пресетов. Например, herefromguides 100 тысяч колосков, 100%. Что еще? Допустим, вот так вот. 100 тысяч колосков, 100%. Пресет. Save here. Пресет 100k. Я вот пишу, допустим, 100k. Save attribute preset. Есть. И сейчас herefromguides удалю. Назначу ornatrix herefromguides. Где же ты? Вот. Здесь можно выбрать 100k. Replace. Немного подождать. И вот у нас это применилось. Так же с клампом и с любым другим модификатором. То есть это круто, потому что herefromguides, вы видите, нет вот этого сохранения пресетов. Именно ornatrix позволяет сохранять только графики. Вот. Допустим, я сейчас включу herefromguides. Stop.k. Replace. Ornatrix, допустим, кламп. Кламп по гидам. Или рандом, допустим, по тысячам. Create. Вот. Ну, вот еще много, пускай будет 200. Create. Вот. Как-то его там распушу, например. Сделаю вот такой вот, какой-то кламп. Допустим. И если сейчас я сохраню его, пресет, saveclamp, пресет, назову там. Ну, неважно сейчас это. Все. Удаляю. Если сейчас я в новой сцене какой-то создам кламп и выберу этот пресет, он будет применен. Вот так вот все это работает. Все графики, все сохраняется. Можно с этим работать. То есть, модификаторы какие-то вы там настроили. Да, можете сохранять их как пресеты. И затем начать. Потому что, почему я советую сохранять только herefromguides, с которым вы поработали. Например, editguides, сейчас я покажу. Например, есть такие вот ее волосы. Например, да. У нас есть форма какая-то там. Допустим, как-то я ее подстригу. Вот. Unhide. Допустим, я говорю просто так. Можно, в принципе, здесь в editguides сделать вот что. Вот так вот. Раз. Два. Все это подстричь. Вот. Какие-то там куски оставить, да, поработать с ними. Ну, например. Вот. Включить камера фейсинг. Вот у нас, например, вот такой вот результат. А если вы будете назначать там какой-нибудь фриз. То он сбивает форму. Поэтому я... Ну, и это редактировать уже неудобно. Ну, как по мне. Я думаю, вы будете с этим согласны. И поэтому я рекомендую вот фриз какой-нибудь вы настроили. Сохранять его в пресет. И затем, когда вы импортируете... Ну, вот я сейчас на примере покажу. Допустим, у нас есть такой фриз. Только не так. А вот здесь вот, допустим, там 20. И какой-то процент его, да. Вот. Anatech Change Width. Вот. Я сохранил, например, какой-то вот такой вот момент. Червис есть здесь. Ну, давайте я сохраню опять же. Червис. Тест 2. Сохранили. Фриз. Также сохранили. Фриз. Тест 2. Сейв. Все. Эти модификаторы я удаляю. Все это оставляю. Фурбол. Файл. Экспорт. Селекшн. Олимбик. Немного ждем. Что-то там, наверное, не то выпнуло. Вот. Олимбик экспортировался. Теперь. Это все удаляем. Новая сена. Внута. Файл. Импорт. Фуртест. А, я там не забыл. Подождите. Да, я не забыл. И теперь оно все запомнилось. Так вот. Ну, да ладно. Сейчас это не так важно. Всегда бейкайте, короче. Я не забейкал, поэтому оно запомнило. Все, что я делал. То есть, когда в Adidas мы удаляем что-то. Сейчас я покажу. Вот, за вот эти тормоза я говорил, смотрите. Сейчас выделение будет в доллар. Ладно, я запись сейчас остановлю. Перезагружу маю. В общем, я перезагружил маю. В принципе, сейчас неважно, что тут происходит. Я уже говорил, что нужно было забейкать. Редактировать можно. Начать Edit Guides. Back it here. Просто делаем изолейшин какого-то объекта. Затем таким вот образом все это дело чистим. Потом делаем Unhide. Вот, тут есть. Ну, я с первой опять не загрузил. Можно, конечно, сейчас не прикреплены волосы к сфере, поэтому не получится. В момент можно выбрать Guides и Delete. И Delete там это все удалить. Но сейчас не будет удаляться, потому что нет Attach геометрии. Вот. Но самое главное, я хотел показать пресеты. Смотрите, Freeze. Пресет, Freeze, Replace. И он загрузился вот с теми настройками, которые у нас были. Change Vids. Снова пресет, T2. Все, он с этими настройками всеми загрузился. Вот, что я хотел показать в этих пресетах. Теперь сейчас исправлю ошибку и скажу, почему, что стоит делать. Смотрите, вы создали объект. Заколапсили, да? Ой. Да, спешу. Заколапсили, допустим, 10 тысяч волосков. Collapse. Затем, когда вы что-то редактируете в EditGuides. Да, елки-палки. Например, удалили часть волос, да? Например, вот таким вот образом. то не забывайте делать вот что. Я этого не сделал. Но тогда показал, почему тогда все это вышло. Давайте я отредактирую. Вот так вот как-нибудь там. Ну, пускай вот так вот красиво будет. Вот такой вот пучок волос. Например. Коллапс обязательно делайте, чтобы анатрикс запомнил то, что вы сделали. Ну, т.е. вы запомнили эту форму. А и теперь, если экспортировать этот Alambic... его назад импортировать, то вот никаких проблем нет. Ну, я думаю, вы поняли. Все завейкал, все хорошо. И опять же, если сейчас назначить фриз, выбрать пресет. Все, у нас пресет сохранился. Все работает. Таким вот образом можно работать с Alambic'ами. И не бояться, что потеряете сцену или какое-то свое творчество. Вот. Опять же, после фриза всех магинаций можно добавить EditGuides. Выделить какую-то маленькую волосинку. И отделить. Например, сделать какой-то там вот такой вот момент. Назначить Unique group. Если хотим опять вернуть какой-то фриз. Assign Unique. А, надо выделить их. Я не выделил. Сбилось что-то. Не понял. А, Distribution Mesh, да. Так, сейчас. Все. Теперь должно быть все работать. Что-то сбилось. Подождите. Поспешил опять я редактировать. Короче. Сейчас, минута. Вот у нас есть этот. 100%. Distribution Mesh. Attach Roots. А на Atrix EditGuides. Редактируем какую-то часть. Например. И сюда хотим добавить фриз. Выбираем Strand Groups. Use Strand Groups. Assign Unique. Ctrl-Shift-I. Стоп. Да. Assign Unique. Все. У нас есть группа. Если мы сейчас выделим эту группу. Так. Стоп. Мы узнаем номер. Единица. И теперь смотрите. Если я назначу фриз. Выберу первую группу. Затем пресет. Test Replace. Все. У меня есть фриз. Конкретно на этот кусок. Вот таким вот образом. Можно работать с разными группами. И редактировать. И опять же сохранять этот алимбик. И так далее. Надеюсь. Теперь вам все понятно. По алимбику. По пресетам. Если есть вопросы. Задавайте. Запишу другие видео. Вот такие вот дела. Благодарю за просмотр. И желаю хорошего настроения. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.